Уже не один год в преддверии Дня воинов-интернационалистов на плацу 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады проходят митинги памяти. Это дань уважения людям, выполнявшим свой воинский долг. За годы афганского конфликта на передовой побывали и офицеры 38-й бригады. Многие имеют награды за проявленное мужество. Сегодня свою миссию эти люди видят в том, чтобы помогать офицерам, воспитывать из вчерашних мальчишек таких же серьезных и мужественных защитников Отечества. Годы нас уносят все дальше и дальше от тех времен. Но время не властно стереть в нашей памяти. Мы помним всех своих товарищей. Поэтому люди, которые почувствовали на себе все лихолетие войны, никогда не будут пропагандировать войну. А наоборот, наше все боевое братство афганцев. Мы проводим воспитательно-патриотическую работу среди молодежи, дабы по сильным трудам своим хоть как-то предотвратить все то, что может произойти. По традиции, в преддверии памятной даты на плацу перед соединением свои заслуженные награды получают наиболее активные ветераны, а также люди, сделавшие немало для того, чтобы страницы афганских событий остались в сердцах потомков. Особого почетного сувенира был удостоен мэр города Александр Рогачук, выполнявший в свое время воинский долг в Афганистане. Он стал обладателем новой для Министерства обороны награды – макета автомата ППШ. Кроме того, за активную общественную деятельность ветераны соединения, участники боевых действий также были удостоены памятных сувениров от Министерства обороны. Я уверен, что сегодняшний личный состав, если будут соответствующие команды, проявляет себя так же высокопрофессионально, как военнослужащие во время службы в Афганистане. Но я уверен в том, что миролюбивая политика Республики Беларусь не позволит, чтобы у нас сегодня в нашей стране были ветераны боевых действий. Я уверен, что сегодня боевая готовность и высокий моральный дух 38-й бригады, всех сил специальной операции – это фактор сдерживания агрессии. Я желаю вам успехов в боевой подготовке. Благодарю вас за память. Нам очень приятно, я скажу от имени всех ветеранов, находиться именно здесь, в прославленной 38-й отдельной бригаде. Мы вместе движемся к двум датам. В 2019 году будет 30 лет вывода войск из Афганистана и 1000 лет городу Бресту. Я приложу все силы, чтобы те отношения, которые сложились у руководства города с личным составом 38-й бригады, с командованием сил специальных операций, способствовали дальнейшему укреплению материальной базы, способствовали проведению дальнейших совместных мероприятий. И я уверен, что наша 38-я бригада лучшая. Они являются тем с излучшим длином, которые обучают наше подрастающее поколение, учат, рассказывают про ту войну, рассказывают о том подвиге народа, включая наших земляков, которые принимали участие в той войне. За последнее время хочется отметить, что в городе Бресте организация воинов-интернационалистов сейчас приобрела серьезное значение именно в рамках той организации, которая занимается патриотическим воспитанием людей. Нашлись люди, которые сплотили, но учитывая, что мэр города сам, бывший воин-интернационалист, поэтому под этой гидой на сегодняшний день очень активная организация. Торжественным маршем прошли по плацу военнослужащие 38-й отдельной краснознаменной десантно-штурмовой бригады. Впереди их ждут новые учения, новые полевые выходы и новые учебные задания, с которыми они также успешно будут справляться и дальше.